Лебедев победил Калинга в бою за титул чемпиона мира по боксу. Газета «Ру Спорт». Андрей Кульянов автообновление российский боксер Денис Лебедев по очкам победил француза Аури Калинга и отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии «ВБА». Весит до 90,7 килограмма. Газета «Ру Велатекстовую трансляцию вечера профессионального бокса в Москве. 23.27 На этом мы завершаем нашу трансляцию. Вместе с вами за боями в Москве наблюдал Андрей Кульянов. До новых встреч! 23.25 Отличный бокс мы сегодня увидели. Много нокаутов, зрелищный главный поединок. И главное – победы российских боксеров. Хорошие завершения рабочей недели. 23.20 На вопрос АТО, оставил ли он себе нынешний бородатый образ, чемпион мира ответил, решим на семейном совете. 23.19 Братьям славянам на Украину тоже привет. Мы братья, несмотря ни на что, сказал Ледебев. 23.18 Большое спасибо, низкий поклон за поддержку. Пока мы едины, мы непобедимы, сказал Лебедев на ринге, поблагодарив за бой своего соперника. 23.17 Денис Лебедев победил в 12-ти раундовом поединке по очкам и отстоял титул чемпиона мира по версии WBA. Весит до 90,7 килограмма. 23.16 116 к 111. 23.15 15 к 112. 155 к 111. Оценки судей в пользу Лебедева. 23.14 соперники обнялись в ринге. Это действительно был отличный поединок. Чемпионского уровня. Лебедев, Лебедев, скандирует зал. 12-й раунд финальный гонг. Вот это бой. Калинга держался из последних сил. Но и Лебедев, выигрывая по очкам, не отходил, вел поединок, стремился к нокауту до последних секунд. Ждем очки, но не сомневаемся в победе россиянина. 11-й раунд полностью за Денисом раунд. Видит все удары соперника. Сам атакует точно. Но Калинга опасен, пытается отвечать на все пропущенные удары. Лебедев не форсирует события, сил мало остается. Впереди последний раунд. 10-й раунд. Трубка в таком тяжелом весе смотрится очень брутально. Ударом на удар отвечают друг другу боксеры. Лебедев в этом противостоянии смотрится чуть точнее, но никакой обреченности у Калинга не видно. 9-й раунд. Очень прямолинейно действует Калинга. И это хорошо для Лебедева. Все атаки француза он читает. Успевает выставлять защиту. Денис же продолжает закручивать себя под левый боковой. 8-й раунд чудеса стойкости демонстрирует француз. После одного из многочисленных левых боковых Дениса подкосилась у Юрия нога, но удержал он равновесие. Бой идет под диктовку Лебедева, но Калинга все еще опасен. 7-й раунд левой на левую поймал соперника Лебедев. Случилось это за минуту до конца раунда. Оставшееся время Калинга выживал, но гонку слышал. 7-й раунд нокдаун. Калинга на полу. 6-й раунд конкурентный раунд. Калинга нашел свою дистанцию для правых боковых. Они уже не свистят мимо, а идут в защиту. Один прошел чисто, но вскользь. Лебедев тоже хорошо пробил слева. В концовке россиянин был лучше. 5-й раунд воодушевился француз. А у Лебедева ушла скорость. Не слишком ли резво начал он бой? Несколько правых прямых прошли у Калинга. Лебедев, похоже, этот раунд отдал. 4-й раунд нокдаун. Лебедев на полу. Вчистую россиянин выиграл раунд, но на самых последних секундах Калинга догнал его ударом левой. Застал врасплох, из боя этот нокдаун не вытекал, но раунд 10 к 8 за французом. Третий раунд Денис меняет этажность атак, голова и корпус. Вчистую выигран третий раунд. Много ударов в том числе и по корпусу пропустил француз. Это отнимает силы. Кроме того, Лебедев пару раз перехватил атаки соперника и буквально вдолбил левые боковые. Третий раунд, как сказал Григорий Дрозд, претендент довольно прост. Второй раунд Лебедев, правый снизу, левый прямой в цель. Отлично двигается россиянин на ногах. Калинга предсказуем в своих атаках боковыми, очень размашистыми они у него выходят. Россиянин удачно пробил сопернику и по корпусу. Единственный успех француза, правый прямой, а потом такой же еще один, только в защиту. Первый раунд трибуны громко поддерживает Лебедева. Соперники осторожно начали, но затем пошел обмен серьезными ударами. Сначала Калинга проверил соперника размашистым ударом справа, а потом Лебедев очень чисто попал левым боковым. Короткий сильный удар навстречу, француз опешил. 22-23 бой начинается. Лебедев, Калинга. Титул чемпиона мира. WBA. 22-21 идет представление соперников. Скоро на ринге останутся только три человека. Денис Л.Л.Л.Лебедев. Его выход. Лебедев, Калинга. livepick.twitter.com slash quillvat9. Патрик. Собачка Патрик. 10 апреля 2015 года. 22-23 эфири в ринге. Панамец Гильермо Перес. Гильермо. Панама. Как-то это настораживающе звучит. 22-18 на трубинах Баннер, Русь, Родина воинов. 22-17 на каждом из пресс-мероприятий у Калинга была довольно громкая группа поддержки. Интересно, будет ли ее слышно в этом зале. 22-15 Денис на ринге. Залки Пит. Сейчас прозвучат национальные гимны Франции и России. Национальные гимны. Лебедев, Калинга. livepick.twitter.com slash e5vh31bar. azale-meza underscore. Собачка Азалия Меза подчеркивание. 10 апреля 2015 года. 22-13. Настало время идти на ринг Денису Лебедеву. Знакомая мелодия. Синева. Песни десантников. 22-10. Долгий путь французского боксера к рингу. Долгая песня. 22-8. На ринг приглашается Яури Калинга. Звучит лирическая мелодия. Румба. На лице временного чемпиона мира переживания. С чем-то личным связана эта песня. A few minutes before. Собачка Яури Калинга Элд. Walks boxing leopard в Калинга WBA. Собачка Неусуба. Собачка Берни Ебар Масил. Собачка Лекуи Пи. pick.twitter.com slash okvq3 asks 9. Kingsports Worldwide. Собачка Kingsports World. 10 апреля 2015 года. 22-6. Я не вижу уверенности в его глазах. Это подделка. Заявил Лебедев. 22-3. Фаворитом в бою будет Лебедев. Но и его сопернику букмекеры оставляют шанс на победу. Честно. Мы не ставим мешков против бойцов. Бой для Дениса не будет простым. Сказал организатор шоу Андрей Рябинский о главном поединке вечера. 22 часа у меня нет страха. Я всю жизнь в боксе. Мой отец был хорошим боксером. У меня спортивная семья. А эти слова Калинго произнес на пресс-конференции перед поединком. 21-58. Думаю, что Денис выиграет в середине боя. Будет 5, 6 или 7 раундов. Дал свой прогноз на поединок Николай Валуев. 21-55. Считанные минуты остаются до начала боя. Только что тележурналисты побывали в раздевалках каждого из соперников. Выиграю досрочно, сказал Калинго. Будем стараться, пообещал Лебедев. 21-50. После первых раундов в этом бою многое будет ясно. Будет обмен. Оба боксера привыкли идти вперед, заявил Николай Валуев. 21-48. Уи Калинго 27 лет. На его счету 22 боя, 1 поражение. Однако француз-конголейского происхождения не встречался ранее с соперниками уровня Лебедева. Бокс М. 10. Лен Трейн Уда. Собачка Яури Калинго Элд. Сокопдез Бандиджес. Комбат имминент Зуэр Нотрантен. Восклицательный знак. Пик.твиттер.ком слэш пигзюю адвджоф. Лекуайп. 21. Собачка Лекуэпи 21. 10 апреля 2015 года. 21-45. Денису Лебедеву 35 лет. На ринге он провел 28 боев, проиграв дважды. Один раз, разделенным решением на чужой территории немцу Марка Хуку. Второй, дома по намцу Гильермо Джонсу, который после этого был пойман на допинге. Лужники готовы. Главный бой вечера. Лебедев, Калинго. Левпик.твиттер.ком слэш тзероспдокмк. Риал Джейми Луис. Собачка имьет 9-3. 10 апреля 2015 года. 21-38. И у нас в программе остался последний поединок. Главный бой вечера. Денис Лебедев, Яурик Калинго. 21-34. Однако итог боя. Эдуард Трояновский одержал 21-ю победу в 21-м бою. 18-й нокаут в карьере. И теперь он стал чемпионом мира по версии. Весит до 63,5 килограмма. 21-34. Очень красивый поединок с неожиданной развязкой мы сейчас увидели. А ведь, наверное, Айк вел по очкам в судейских записках. 21-32 не успел подняться до окончания счета Шахназарян. И даже когда рефери остановил поединок, он стоял и пошатывался. Чистая победа Трояновского. 21-30 атаковал Шахназарян, попал справа, стал развивать успех и... Напоролся на левый апперкот. А потом мощнейший выстрел Трояновского справа отправил Айка на пол. Восьмой раунд нокаут. Трояновский выиграл. Вот это развязка. Седьмой раунд. Полностью за Шахназарином остался этот отрезок поединка. Поле очередного его правого бокового Трояновского болтануло, а потом Айк зажал соперника в углу, попав еще несколько раз. Шестой раунд. А вот когда нет Джебо Эдуарда, Айк заметно лучше себя чувствует. Несколько раз он поймал сейчас соперника правым боковым. Резко сокращает дистанцию и бьет над рукой Шахназарян. Пятый раунд. Почти весь раунд Трояновскому удалось удержать соперника на Джебе. Раунд должен быть за ним. Атак Шахназарина было маловато, а более тяжелые удары у Эдуарда. Четвертый раунд. Два правых боковых Шахназарина прошли. Буквально бросается он на соперника. Особого урона Трояновскому эти атаки не наносят, но очки набирает Тайк. Третий раунд. Рубка на ринге продолжается и идет с переменным успехом. Цель Айка – прорваться на ближнюю дистанцию. Трояновский встречает его Джебами, после которых следуют размашистые боковые. Второй раунд. Надо выигрывать раунды, говорят в углу Шахназарина. Второй раунд. Через минуту после начала раунда хорошую атаку провел Шахназарян. Трояновский попытался встречать, но этот эпизод остался не за ним. Вот это хороший раунд – удары, обмены. Первый раунд скорости в ринге высоки, но ударов мало. Можно назвать это разведкой. Эдуард наносил более весомые удары, но они свистят мимо. 21-1 бой начинается. Трояновский – Шахназарян. 63,5 килограмма. Титул чемпиона мира. 21 час у Трояновского. Очень высокий процент нокаутов. 17 из 20 побед. Козырь Шахназаряна. Скорость. 20-56 соперники появляются на ринге. Звучит гимн. 20-53. Шахназарян гораздо младше своего соперника. Ему только 21 год. Он провел 16 боев, проиграв однажды. Но это был его последний поединок, проведенный в США. 20-49 Трояновскому 34-го года. Возраст, в котором самое время штурмовать главные вершины в карьере. Минувшей осенью он одержал две красивые победы нокаутом. Всего на чего счету 20 побед в 20 боях. Он фаворит предстоящего поединка. 20-47. Впереди в программе вечера два боя за титула чемпиона мира. Первый из них по версии «Б». В категории до 63,5 килограмма спорят россияне Айкшах Назарян и Эдуард Трояновский. 20-35 быстро завершился этот поединок. Предсказуемо, но все равно очень быстро. Вероятно, небольшая пауза будет в шоу. Следующий поединок на 20.53 МСК намечен. Отдохнем немного. 20-33 добра с кулаками. 20-29 скептики убедились в том, что могу ударить. И всем добра и здоровья, сказал с ринга Кудряшов, поблагодарив зрителей за поддержку. 20-28.53 секунды. Это официальное время нокаута в этом поединке. 17 побед стало у русской кувалды. Все 17 – нокаутом. 20-27. Пуэрториканец поднялся с пола на колени и зачем-то пошел на них в центр ринга. В эти секунды он не осознавал, что делает. Его остановили, подняли на ноги. Паласиос чуть не упал, поддержали. 20-25 секунд 50 продлился бой. Левый в корпус и левый в висок. И Паласиос в тяжеленном нокауте. Дмитрий Кудряшов destroys Francisco Palacios in Moscow. Damn. https colon slash slash t dot go slash. Капаза. Собачка гробака Итман. 10 апреля 2015 года. Первый раунд. Паласиос с самого начала боя начал активно двигаться. Но недолго. Нокаут. 20-25. Бой Кудряшов. Паласиос начался. 90,7 килограмма. Накану Титул. WBA International. 20-22. Паласиос.